Трубки лучевые Влияние со стороны монитора, но, например, излучение конкретно от монитора, то есть, например, рентгеновское излучение в минимальных дозах. Сейчас в LCD-мониторе все это исчезло, пропало мерцание, то есть глазам стало легче, но не пропали другие факторы. В частности, первый фактор это у нас подсветка. Подсветка у нас природой заложена, то есть, когда глаза воспринимают свет не прямой, а отраженный. Прямой свет всегда создает дискомфорт. То есть, можно представить, что будет, если мы посмотрим на солнце. То есть, это будет, во-первых, и примерно то же самое испытываем мы при работе с монитором, но здесь, естественно, влияние на порядок, точнее, сила на порядок меньше, но зато продолжительность такого воздействия больше. То есть, для глаз это все у нас не проходит бесследно. Особенно это влияние усиливается при работе в темном помещении, то есть, когда зрачки рефлекторно увеличиваются, на нашу сетчатку поступает больше света, и особенно если мы используем высокую яркость, то есть, глаза в это время у нас испытывают большой дискомфорт, и это отражается в дальнейшем на сухости глаз и на других проблемах, то есть, связанных, например, с потерей качества зрения. Следующее влияние – это расположение монитора. То есть, я не знаю, в курсе или нет, но монитор должен располагаться ниже уровня глаз. Когда голова находится чуть-чуть в опущенном состоянии, в это время у нас слезные железы хорошо омывают наши глаза, и глазам комфортно работать. Следующее влияние – это, естественно, что во время работы, например, и набора текста, и те же игры, то есть, это, кстати, у нас игровая модель Гуннер, мы сосредотачиваемся на одной точке в течение длительного времени. То есть, в природе тоже такая работа для глаз не предусмотрена. Все-таки там не более, например, нескольких минут мы, то есть, и даже, например, животное даже на одной точке сосредотачивается. Здесь у нас идет часами, то есть, стоит делать разминки для глаз. Это примерно где-то в течение часа, хотя бы на пять минут отвлечься и посмотреть. Или, например, в ходе работы поставить что-то на рабочий стол и, естественно, отвлекаться и не сосредотачиваться долго на мониторе, то есть, не забываться. Глазам нужно отдыхать, и чтобы глазные мышцы у нас немного двигались, то есть, они не находились в постоянном напряжении. Есть у нас еще ряд моментов, касающихся, например, бликов, типа спектра. То есть, раньше, например, и, точнее, в природе у нас больше теплого спектра. При работе с монитором идет холодный спектр. То же самое со смартфонами и планшетами. То есть, теплый спектр здесь, в LCD-мониторах, встречается очень редко. И, то есть, также у нас создается дискомфорт. И у нас сегодня на тестах модели Гвенор Ионикс Меркури. Эта модель интересная. То есть, я сам, то есть, часто работаю с компьютерами, использую вот такие вот очки, сделанные в аптеке. То есть, на заказ здесь у нас мы их немножко сравним. Обошлись они где-то примерно в 2000 рублей. Это не так дорого. То есть, есть, естественно, модели более продвинутые. Но вот такая вот модель я долго использовал до теста модели от Гвенор. Чем же мне понравился Гвенор? Во-первых, формой. Здесь у нас такая вот мягкая невесомая конструкция. Очки практически не ощущаются. То есть, в это время мы можем спокойно проработать. И при длительной работе нет давления на голову. То есть, здесь все мягенько. И нет также у нас боковых ушек. То есть, совместимость, например, с размером головы здесь будет более универсальна. Но, естественно, эти очки, то есть, не готовят именно подвас. А их вот все-таки модель конкретно универсальна. Хотя и в линейке вот этого производителя есть сразу несколько моделей. Другое, то есть, здесь вот заметно на этом, это желтые линзы. Как раз именно желтые линзы у нас дают тот самый теплый спектр. То есть, при работе с монитором. И после работы уже, например, с белым спектром, как, например, здесь, уже не так привычно. Хотя эти очки тоже комфортные и тоже не ощущаются усталости. Здесь у нас применена уникальная технология IMP. В чем же она заключается? Во-первых, в оттенке, который я говорил. Во-вторых, это конфигурация специально огибающей формы оптических линз, которая защищает глаза от воздушных потоков. То есть, защищает нас от так называемых сквозняков. Как бы это смешно ни звучало, но это тоже влияет на сухость глаз. Есть у нас материал. Здесь используется специальный материал при производстве линз. И покрытие. На линзах нанесено специальное покрытие, которое нейтрализует мелькание отражённого света и обеспечивает защиту глаз от бликов монитора. И стопроцентная программа RX. То есть, они подойдут для людей, у которых хорошее зрение, у которых нет отклонений. То есть, например, минус или плюс. То есть, вот эти очки эта модель как раз будет. Вставляем эти очки в такой вот компактной упаковочке, интересно оформленной. То есть, непривычной для очков. Особенно мне. Я не ношу в обычной жизни очки. И есть у нас белый чехол. Этот же чехол можно использовать для протирки. Давайте посмотрим, как эти очки смотрятся на мне. То есть, и продолжим тестирование. Я расскажу о своих впечатлениях. То есть, именно я готовлю большинство обзоров на нашем канале. И давайте попробуем очки. Оденем Gunner Onyx. То есть, одеваются они легко, нет давления в этих частях. И можно носить эти очки долго. То есть, такой у них дизайн. И в линейке от этого производителя есть и ряд других моделей. Включая, например, модели, связанные с конкретными играми. Например, Call of Duty. Естественно, эти очки не специализированы для игры конкретной. То есть, также для работы с компьютером. К сожалению, в ходе тестов сложно привести какие-то цифры. Например, измерить количество пропускаемого света. У нас нет таких технических приборов. Но могу отметить свои личные впечатления. Нет усталости, нет дискомфорта. И в течение длительной работы нет так называемой сухости. То есть, глаза не краснеют с утра. Вот такие. То есть, у нас получились очки Gunner Onyx Mercury. Они мне понравились. То есть, я их сейчас заметил, что использую чаще, чем те очки, к которым я привык, к которым я пользовался уже до этого течения года. Вот такие у нас получились очки. С удовольствием отвечу на все ваши вопросы в комментариях. Подписывай на наш канал. Вперед еще много-много интересного. Всем спасибо и пока-пока, ребята. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok